Одно из излюбленных мест отдыха горожан это садово-городческий массив, который находится за пределами города. Однако в ходе ремонта или же отдыха скапливается мусор и возникает резонный вопрос, а куда его девать? И многие несознательные граждане решают его простым путем, выбрасывают его в лес. Пластиковые бутылки, пакеты, картонные коробки и даже мебель. Все это в нескольких метрах от домов, стоящих на окраине дачного массива. Несмотря на многочисленные запреты, в том числе установленные таблички, горожане складируют мусор прямо в лесу. Стихийная свалка здесь образуется каждый год. Специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом ежегодно проводят очистку прилегающей к дачному массиву территории. Однако свалка появляется снова. Санитарную очистку мы в любом случае проводим, вывозим. Видимо, может быть, данный факт расслабляет наших граждан, и они все равно продолжают возить все дальше в лес, бросать практически вокруг, устраивать из места отдыха населения, единственное место отдыха населения города, можно сказать, устраивая самую настоящую свалку. Накануне житель города Андрей Спиров, проезжая по территории дачного массива, заметил остановившийся возле стихийной свалки автомобиль. В прицепе лежал бытовой мусор, который водитель собирался здесь выгрузить. Но сделать ему это не позволили. Вы мусор вывезли покатать? Типа так, получается. Знаете же, что нехорошо. Однако, всего через несколько часов вернулся. Уже в сопровождении двух человек, выступавших, по всей видимости, в качестве охраны. Накопленный мусор все-таки был здесь вывален. Это зафиксировала камера, установленная по инициативе Андрея Спирова, который предоставил нам эти материалы. Посмотрите на картину, что здесь творится. Это одна из свалок. Там дальше еще свалки. С той стороны дороги еще свалки. Я пять лет живу здесь, и у меня даже мыслей никогда не возникло, чтобы какой-то мусор выкинуть в лес. Андрей Спиров вместе с другими неравнодушными жителями постоянно проезжает по территории дачи и следит за тем, чтобы никто не выбрасывал мусора в неположенном месте. В рейд мы регулярно выезжаем, просматриваем территорию, новые свалки, обозначаем координаты и так далее. Проезжаю следами на транспорте. После моего проезда, после моих следов, буквально на следующий день уже свежие следы в сторону свалок есть. То есть люди активно выбрасывают мусор. Для граждан, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, предусмотрена административная ответственность за нарушение правил благоустройства и нарушение порядка сбора и утилизации отходов. За 2018 год специалисты ДУМИ составили 26 протоколов. Любой человек, не знаю, представитель юридического лица, зафиксировавший какое-либо нарушение правил по обращению с отходами на территории города, он может передавать информацию не только в органы местного управления для уполномоченных лиц, которые могут составлять административные протоколы. Данную информацию можно также передавать и в ОМВД, можно передавать в Роспотребнадзор. У нас есть территориальный отдел в городе Губкинский. Если нарушение зафиксировано в лесах за пределами Губкинского, обращаться в таком случае необходимо в окружное управление Росприроднадзора. Решить проблему с несанкционированными свалками очень просто. Один из вариантов – вывезти мусор со своего участка самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в Автодорсервис, оплатить талон на размещение бытовых отходов, стоимость составляет 300 рублей за кубический метр, и выгрузить мусор в контейнер. Он расположен при въезде на городской полигон ТБО. Второй вариант – заключить индивидуальный договор с организацией. Любой житель города, независимо, или это дачи, или это квартиры, где выполняются работы по ремонту, или демонтаж мебели, всевозможные работы, приходят к нам в бухгалтерию, оплачивают стоимость вывоза и утилизации данных отходов. Мы договариваемся, на какое время поставка контейнера. Мы ставим контейнер, вы его загружаете, мы на второй день его вывозим. Еще один вариант – заключение договора между Автодорсервисом и дачным кооперативом. Кооператив обустраивает одну или две площадки, производится накопление отходов, и по звонку мы выезжаем и вывозим данный мусор. Что же касается случая, зафиксированного накануне в дачном массиве, фото и видеоматериалы будут в ближайшее время переданы в полицию. После установления личности нарушителя, составленный в его отношении административный протокол будет направлен для принятия решения административной комиссии. Надеемся, что виновный будет наказан. Эдуард Хажеев, Наталья Рябинина, Денис Вельков, Илья Квасов. Новости Губкинского.